Море здесь специально нам намыло песок, чтобы заниматься математикой на песке, чем мы и займемся. Итак, мой ребенок спрашивает, что такое тригонометрическое толщество. Она в шестом. Тригонометрии еще не было. Но они учили теорему Пифагора. Я говорю, давайте нарисуем, давайте, по привычке. Давай с тобой прямоугольник нарисуем. И к нему прикрутим оси Х и У. Ну, графики-то они учили, да? Вот там, где ширина, будет У, а там, где высота, будет Х. И у нас вот такой получился прямоугольник. У меня циркуля нет, у меня есть только горы, свиноперон. Поэтому нам нужно вот такой взять радиус, принять его за единичку. То есть, я говорю, Жень, ты же знаешь, что это гипотенуза, да? Вот здесь ноль, а здесь один будет. И, ну, насколько смогу ровную окружность ее сейчас пролететь. Да, вот. Я не знаю, что у меня с глазомером, но, по-моему, ничего. Чтобы там мозг продлить, сюда, выше. И сюда можем продлить, и сюда. И вот здесь везде радиус одинаковый, да? Вы понимаете, не единица, единица. Вот мы взяли за радиус. И ребенок это тоже понимает. И теперь, говорю, напиши мне формулу просто теоремки Фагора, да? И она мне пишет. А квадрат плюс б квадрат. Я ей говорю, ну, вот здесь сразу подписывай. А квадрат и вот б квадрат. И вот здесь вот гипотенуза, и вот она равна единице. Вот у тебя такая формула получилась. А теперь давай посмотрим, что такое синус и косинус. Вот это вот косинус. И просто здесь зарисовываем и пишем косинус угла альфа. Вот этого. А вот это вот синус. Ширина, вот проекция. Она здесь одинаковая, да? Вот. И вот подписываем здесь, просто так меняем на синус. И угла альфа, да, соответственно. И говорю, давай запиши мне теперь теорему Фагора. Но она говорит, это в квадрате плюс это в квадрате равно вот это в квадрате. Мы записываем синус в квадрате плюс косинус в квадрате равно единице в квадрате. Единица в квадрате будет единица. И вот оно, говорю, тригонометрическое тождество. То есть у тебя все получается то же самое. Она говорит, а как ты отличаешь косинус, синус? Я говорю, понимаешь, косинус и синус это всего лишь точка на вот этой вот координатной плоскости в единичной окружности. На координатной точке на окружности на единичной. И поэтому все, что тебе нужно, это установить отношения. Они у тебя уже установлены 25 раз, да? Между сторонами, они здесь одинаковые, да, понятно, это два одинаковых треугольника. Здесь же тоже косинус, будет и здесь синус. Вот. А тебе нужно просто установить отношения между ними новые, между этой стороной, как бы шириной, высадленной и гипотенузой, вот этой диагональю. И все. И тогда получается, что все абсолютно понятно. По-другому нельзя определить угол, кроме как через отношения. И косинус, почему косинус? Потому что что у нас главное? Главное, у нас главное вот это, вот эту косинус, пасикс. Значит, так, эта часть относится вот к этой части. Что у нас синус такое? Так, эта часть относится к этой части. Да не надо их там называть перележащей, противолежащей. Можно от этого с ума сойти. Просто, просто здравый смысл, как на Литвах любят говорить. Вот эта часть как относится к гипотенузе или вот к этому радиусу единственному. Вот это синус, да? Вот он на проекции, у нас подписано синус, да? Там, где была Б у нас в квадрате. А здесь у нас, вот здесь, вот эта сторона, гипотенуза, это косинус, да? Ну и какие у нас еще отношения остаются вообще вот среди вот этих трех несчастных сторон? Извините, математики. Что вообще еще можно, что друг к другу может относиться? А еще может к синус к косинусу и косинус к синусу. И вот вам получается тангенс и катангенс. И когда людям голову морочат, они не могут вот запомнить эти ужасные формулировки. Синус это отношение противолежащей стороны к гипотенузе, косинус отношение прилежащейся на гипотенузе. Это все в тысячу раз проще. Не морочьте детям голову, да? Ну я не знаю, про муху на окружности, может быть, в следующий раз расскажу. Все, пока.